И так, 25 августа, только много-много лет назад, в 1530 году, родился Иван IV. Иван IV вошел в историю не только как тиран, он был одним из самых образованных людей своего времени, тем не менее. Обладал феноменальной памятью, божесловской эрудицией, царь способствовал организации книгопечатания в Москве и строительству храма Василия Блаженного на Красной площади. Так, значит, он сын великого князя Василия III и Елены Васильевны Глинской. После смерти отца, трехлетний Иван, остался на попечении матери, умершей в 1538 году, когда ему было 8 лет. Иван Рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть, враждующих между собой боярских родов, шуйских и бельских. Убийства, интриги, насилие, окружавшие его, способствовали развитию в нем подозрительности, мстительности, жестокости. Излюбленные идеи царя, осознанные уже в юности, стала мысль о неограниченной самодержавной власти. Вот, 16 января 1547 года в Успенском соборе Московской Кремля состоялся ржественное венчание на царство, великого князя Ивана IV. В нем, на него были возложены знаки царского достоинства, значит, крест животворящего дерева, бармы и шапка мономаха. Царский титул позволял занять существенную иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Вот, чем царь лучше, чем великий князь. Великокняжеский титул, значит, переводили как принц или великий герцог. Титул же царь или совсем не переводили, или переводили как император. Вот, русский самодержавец, тем самым, вставал вровень с единственными в Европе императором Священной Римской империи. Вот так-то. В 1549 году Иван IV провел ряд реформ, направленных на централизацию государства. В 1558 году он начал Ливонскую войну за обладение побережьем Балтийского моря. Первоначальные военные действия развивались успешно. К 1560 году армия Ливонского ордена была окончательно раздромлена, и сам орден перестал существовать. Однако уже в 1564 году Россия потерпела серьезные поражения. Царь стал искать виноватых, начались опалы и казни. В 1565 году он объявил о введении в стране опричнины. Ну, опричнины это что? Это как бы государь и человек, по-другому сказать. Страна делилась на две части территории, не вошедшие в опричнину, стали называть земщиной. Каждый опричник приносил клятву на верность царю и обязывался не общаться с земскими. То есть вот, пестровый государственный и больше никакой. С помощью опричников, которые были освобождены от судебной ответственности, Иван IV насильственно конфисковал боярские в отчины, передавал дворянным опричникам. Казни и опалы спорождались террором и разбоем среди населения. Разделение страны погодным оказалось на экономике государства. Огромное число земель было разорено и опостушено. Объективные итоги царствования Ивана IV мог увидеть уже при жизни. Это был провал всех внутри и внешнеполитических начинаний. С 1578 года царь перестал казнить. В завещании 1579 года, каялся в содеянном, периоды покаяния и молитвы сменялись приступимы ярости. Во время одного из таких приступов, 9 ноября 1582 года, царь случайно убил своего сына Ивана, попав посохом с железными наконечниками ему в висок. Смерть наследника повергла царя в отчаяние, поскольку другой его сын, Федор Иванович, был не способен управлять страной. Так слабоумный немножко был. Умер Иван Грозный 18 марта 1584 года. Это вот у нас были копеечки. Давайте я рядом наложаю еще деньгушки. И все бы ничего. Ну, то, что он Казань брал, и много чего брал, и как воевал, это уж понятно. Ну, то, что насильственная христианизация была, например, в христианство загоняли татары, это вот татары до сих пор, как бы Ивану Грозному простить не могут, помнят его, как бы это, как считается, злодеяние, насильственный загон в христианство. И до сих пор его проклинают, как-то неудивительно. Вот такая тема на сегодня. Продолжение следует...